Привет всем! В этом видео хочу вам показать свою очередную покупку из Китая. Это у нас здесь такой прибор от компании Mijia. Или как-то по-другому, может быть, это читается. Не пинайте меня особо. Здесь находится пенообразователь для мытья рук автоматический от этой компании. И, по-моему, это, как говорят, вторая версия этого прибора. Вот. Купил себе. Думаю, что этот прибор достоин того, чтобы стоять у меня в ванной. Вот в такой он упаковке идет. И, кстати, хочу похвалить продавца. Продавец очень быстро отослал. И отослал 9-го числа. Сегодня 22-ое число. Я получил их в Финляндии. Причем 2 или 3 дня этот прибор пролежал на таможне. То есть, там в сортировочном центре где-то я бы получил еще быстрее, если бы почта работала быстрее. Ну что, давайте распакуем. Здесь одно повреждение незначительное. Вот так выглядит сам прибор на картинке. Сейчас распакуем. Интересно мне посмотреть. Здесь все надписи на китайском, как я вижу. Да, вот это мне понравилось, что продавец очень быстро выслал. Это, ну, это можно сказать рекорд. Так, что у нас тут идет? Здесь идут такие книжечки. Инструкция. Смотрим, на каком языке она. Она чисто на китайском. Нет английского ничего. Ну, в принципе, он и не нужен. Я думаю, что мы разберемся. Если что, можно документацию, я думаю, найти на английском языке тоже. Так, это сама часть с компрессором, или как он называется. Цена, кстати, я скажу, что это самая низкая цена на данный момент на этот прибор, на Алиэкспресс. Всегда. О, как. В общем, приходит. Я заказывал, я знал, что здесь ничего не будет в комплекте. Хотя здесь, смотрите, есть пузырьки. Пузырьки жидкости моющие. Ладно, я смотрел отзывы, говорят, что само по себе мыло там не очень хорошее. Нужно покупать, устанавливать, или как, заливать туда свое мыло. Сейчас мы посмотрим сам прибор. Очень даже хорошо заклеим. Вот, сам прибор таким вот образом выглядит. Как я понимаю, здесь надо это отковырнуть, наверное, написано. Осторожно, уберите эту защитную крышечку из этого аппарата. Все нормально. Не знаю, честно говоря, как это делать. Может быть, надо проколоть это. А, во, все очень даже просто. Так, эта штука идет сюда, как я понимаю. Здесь есть затычка. Затычка такая. Запахнуло, кстати, здесь. Запах очень хороший. Итак, его надо как-то разобрать, я думаю. Да, вот здесь есть картинки. Замок в эту сторону, открывать в эту. Сейчас мы откроем его. Все. Все очень логично. Здесь идет 4 батарейки размера А2. Сейчас я уже подготовил батарейки. У меня батарейки фирменные. Вернее, это не батарейки, это аккумуляторы Саньо. Фирмы Саньо. Сталенькие, но они в хорошем состоянии должны быть. Так. Плюс-минус. Правильно, там. Минус. Вот таким образом. Теперь совмещаем. Вот так. А, да, вот это там теперь. Ну вот. Проверим. И чего? А, вот, загорелось. Видели? Вот. Выключается так. А так включается. Компрессор работает. И я хочу сразу же сказать. Смотрел, что люди... В общем, ее когда хорошо засовываешь вот в это гнездо, то получается, что чтобы заправить, нужно выковыривать это. А здесь вот есть фиксаторы такие с этой стороны. И здесь что-то есть, да. И если вытаскивать, то нужно очень аккуратно поддевать. И вот я видел одно видео. Один мужик догадался. Ну, один автор канала догадался. Просто просверлить дырочку. И, знаете, есть такие бутылочки стеклянные. Ну, например, капли для глаз или для ушей. И там такая вот, типа вот такой вот пробочки вставляется резиновая. В общем, он подходящего размера просверлил отверстие. И говорит, теперь можно заправлять через это отверстие. Там, через шприц или еще как-то. Вот. И не надо отковыривать эту крышку постоянно. Вот это очень большая проблема, ее отковыривать. Потому что она может со временем расшататься. И придется тогда уже как-то это все дело решать. А так можно отдельно вот эти бутылочки покупать с мылом. Ну, как бы я не вижу смысла особого. Потому что это, наверное, не будет дешевле, чем купить, пойти в магазине мыло и самому его разбавить. Разбавлять, кстати, надо мыло с водой, говоря. Там один, то есть 50 на 50 примерно. Может быть, кто-то еще больше даже ставит. Или один к трем, например. Одну порцию мыла, три порции воды. В общем, это надо играть, пробовать. Сейчас я соберу, залью сюда жидкости. И на этом мы закроем это дело. Сейчас я посмотрю, как он собирается здесь. Тик. Да, это должно закрыться. В общем, сейчас заправляю жидкостью и будем проверять, как он работает. У меня сейчас мысль такая, что я просто заправлю его, а потом уже, когда она будет заправку новую делать, я просверлю отверстие и просто, когда заправил, заклею просто изолентой. И все. Потому что мышь, когда используем, мышь не переворачиваем туда-сюда. Это надо для герметичности, только пробка. А так можно, в принципе, отверстие не закрывать вообще. Сейчас перейдем в ванную. Я не стал перемещаться в ванную, я решил здесь прямо показать вам. Сейчас заправил, но я пока не насадил, как вы видите. Вот, я только поставил переходник в саму вот эту вот работающую насосную головку. И сейчас покажу вам. Я сейчас запустил пару этих, пару спусков я сделал пены. И вот сейчас покажу вам, как это работает. О, видите, сколько пены. Сейчас еще раз могу показать. Довольно много выходит. Есть, конечно, другой вариант, там еще продается, там уже можно регулировать. Ну, в принципе, мне подходит такой вариант. Вот, пена хорошая, такая прямо пена, не просто, знаете. Можно было еще, кстати, развести, чтобы более экономно получалось. Но пока я развел один к одному ту пену, которая у меня была, вернее, ту мыло жидкое, которое у меня было, вот, развел один к одному. И я считаю, что результат очень даже хороший. Я думаю, что на этом я закончу это видео. По параметрам скажу, бутылочка, вот эта вот, 320 миллилитров емкостью. Здесь рабочая температура от плюс 5 до 40 градусов. 4 батарейки, как я уже говорил. 6 вольт нужно для того, чтобы она работала. Вот, и я думаю, что остальные параметры все вы можете посмотреть в интернете найти. Надеюсь, что товар качественный и долго будет служить мне. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Смотрите другие видео и до следующего видео. Все, пока.